всем привет как и обещала мое небольшое сравнение между странами моими странами беларусью и испании беларусь я прожила всю свою сознательную жизнь и вот это полтора года меня не было и я вижу явные изменения на лицо казалось бы казалось бы да с одной стороны как бы жизни и стало лучше и с другой стороны как бы ничего наших странах не меняется имеется ввиду постсоветских странах то есть вот здесь вот у людей в голове ну сейчас я сделаю такой небольшой картинки обзор пробегусь по пунктикам много говорить не буду это будет кратко это будет мое видение не факт что это есть так но делюсь с вами своими впечатлениями о моей поездке в беларусь первое что конечно же не бросилось глаза это люди так как я человек коммуникабельный общаюсь со всеми и везде сразу же бросаются глаза люди не знаете не такие более напряженные беларуси беларусь люди более напряженные более скопанные более закомплексованные я бы наверное так назвала более агрессивные более холодные хамят но это я тоже беру сферу обслуживания знаете это какие-то даже не уверены в себе даже например если это официант он молодой даже в испании молодой официант тебя обслуживает по полной программе по что мы верим себе молодые они такие неловкие у них движения неловкие слова неловкие то сразу видно вот это неуверенность в себе и сравнивать людей и в испании вот когда я в том же самолете я ехала летела и здесь вот общение то есть люди более знаете на релаксе они спокойные там несмотря что здесь тоже были сейчас вот выборы только закончились то есть то есть тоже есть свои противостояния между белыми и красными скажем так между правыми и левыми да все равно в общей так сказать массе люди очень спокойные очень уверены в себе доброжелательные улыбаются тебе постоянно спасибо до свидания до чего не услышишь даже в сфере обслуживания барах ресторанах города брест где я проживаю поэтому сразу хочу сказать что разница очень видна даже с польшей так как мы близко вот польша беларусь мы принципе такие же знаете это а здесь уже в испании совершенно другие люди я еще думаю что может это влиять такие климат и солнце да и поговорим про климат сразу же климат конечно же в испании радует здесь солнечно тепло как бы я вообще живу на канарских островах мне вообще кажется солнце круглый год но я думаю что и на материковой части испании солнце будет много больше чем моей беларуси и в других постсоветских странах и странах прибалтики в том числе то что я уже уезжала был ноябрь месяц это последний вот месяц осени когда мало солнца мне повезло что сентябрь и октябрь был очень теплый солнечный а в ноябре конечно же побольше таких серых денечков а у меня за окном светит солнце несмотря на то что ноябрь декабрь или февраль здесь круглый год солнце конечно же в испании и вернусь снова к людям очень меня поразило отношение к детям то есть как мы хотим чтобы у нас было другим обществом вот как мы хотим чтобы она была спокойным как мы хотим чтобы она была уверенным в себе мне казалось что там мои только проблемы да вот что я там в детстве что-то там мне не повезло с родителями да поэтому я такая психологически где-то не уверена в себе нездоровая вот такая выросла и тут же идешь по улице и тут же слышишь что ты дурак не ходи что ты совсем отношение даже и между взрослыми вот такое то есть можно жену вот так кричит что дурочка ты что не знала это что совсем так то есть мы даже не стесняемся других людей на улице ну так разговариваем и детям тоже даже я видела что ударяли детей просто что вот я была в бассейне и получается девочка сушила волосы очень близко но мама и раздела замечание 2 сделал замечание а как бы на двумя тянами сушево так волосы и и близко голове типа не подноси ты спалишь ну баюран сказал да сказал а в третье на и просто вот так хоть ударила опять же на людях опять же при всех и как у этого ребенка не будет складываться травма психологически как у этого ребёнка не будет складываться в себе как они будет складываться страх вообще к миру, к окружающим. Ну, да, короче, эти травмы психологически как закладывались, так и продолжаются закладываться, и, грубо говоря, никуда от этого не деться. Если люди сами не начнут работать над собой, вот как я, я не скажу, что я была идеальной мамой, я тоже вот так кричала на свою дочь, не всегда, но тоже кричала, и на людях могла кричать, и могла ударить, тоже такая была мать. Потом, конечно же, я уже пересмотрела свои взгляды, боже мой, я выросла лет в 15-16, грубо говоря, она меня заставила пересмотреть свои взгляды по воспитанию и по отношению к ней. И, конечно же, я поняла, что это неправильно вот так взаимодействовать с ребёнком, кричать, ну, правильно, потому что я сама была не такой взрослой, даже не то, что взрослой, а вот такой взрослой психологически какой-то сознательной личностью, то есть я не видела этих своих ошибок, я не видела этих своих проблем, пока как бы я не пошла в психологию, пока мне там не объяснили, как должно быть правильно, понимаете? Вот, и, конечно же, сейчас мне сразу же вот это режет ухо, когда я слышу такое отношение к детям, и когда я была в Мадриде, делала пересадку, на Тенерифе летела, была семья с детками, и семья, знаете, как бы кто-то сидит, кофе пьёт, и эти же дети, они, знаете, не капризничают, вот как наши, там, могут, знаете, что-то клянчить, плакать, нет, спокойно дети играли, родители к ним очень ласково обращались, мининня, моя девочка, миамор, моя любовь, кариньо, нежность моя, то есть, вот, сразу же пример, ласковое отношение к детям, с любовью, с каким-то, не скажу, что с терпением, оно просто идёт от любви, то есть, если ты уже любишь ребёнка своего, то ты не позволяешь себе на него кричать, гыркать, фыркать, но даже не то, что ты любишь своего ребёнка, наверное, это идёт изначально из тебя, если ты любишь самого себя, соответственно, ты любишь и своих детей, и всех окружающих, а если ты сам себя не любишь, если ты сам себя гнобишь, потому что тебя в детстве гнобили, родители, то есть, вот этот вот замкнутый круг, надо ещё уметь, так сказать, оборвать, выйти из него, и начать жить по-другому, поэтому я очень много вам рассказываю про свои проблемы, я уже три года теме психологии попыталась вырвать этот замкнутый круг, мне получилось из него выйти, но не до конца, конечно же, я проработала свои внутренние проблемы, и вот, как мне посоветовали прочитать книжку «Взрослые дети алкоголиков», я ещё её не начала читать, но я уже сразу поняла, что это про меня, это про меня, это там сразу сказано, что там перманентная тревога, постоянная тревога, раньше я считала, что это нормально, я считала, что это моё чувство, как я познаю, зодиака-собака, и поэтому я думала, что нормально, что я всё время, знаете, тревожная, что я всё время что-то жду, что что-то случится, ещё раз говорю, я думала, что это моё нормальное состояние, оказывается, нет, оно мне было тоже заложено с детства, книжку прочитаю, обязательно всё расскажу, но сразу же, вот с первых буквально слов, сразу же понимаю и чувствую, что это про меня, про моё внутреннее состояние, перманентно, ещё раз повторяю, молодёжь, ещё хотелось обратить внимание на молодёжь, я очень люблю ездить в транспорте, обращать внимание на людей, как они выглядят, наши девочки, они такие, как все куколки, знаете, вот ей уже там 15-16 лет, она такой, делает такой макияж, яркий классический, из стрелки, туши так пожирнее, да, такая вся тут эта, эти волосы такие тоже, всё уложено, всё красиво, знаете, ну, то есть такая классическая а-ля Барби, девочки, конечно, очень красивые, чего не скажешь о мальчиках, то же самое можно сказать про женщин и мужчин, женщины всё-таки у нас в Беларуси, знаете, след за собой, худенькие, стройенькие, на каблуках, красиво одеваются, а уже мужчины, знаете, такие по 130, а-ля мужик, с животом, и всё вот это, то есть мужчины у нас как-то себя или не любят, или не ценят, не знаю, что происходит, но я знаю, что женщинам очень нравится мужчине, поэтому на следить за собой, а мужчина считает, что он и так красивый, наверное, как-то так, здесь же наоборот, я хочу сказать, что молодёжь, я обратила внимание, она такая, знаете, какая-то, не скажу агрессивная, но такая вот, слово, хиппи, да, такая, как это правильно высказаться, ну, такая вот нестандартная молодёжь, вся обвешанная, в кольцах, в пирсинге, в носу, в животе, волосы там выкрашенные, тоже в разные цвета, то есть она такая более вызывающая, более такая, что ли, свободолюбивая, ну, то есть такой вот переломный момент, да, все мы были подростками, что что-то хочется сказать, что-то хочется заявить о себе, то есть здесь молодёжь, она такая более, что ли, живая, она такая, интересно, интересно, что, ну, не стесняются девочки, мальчики себя выражать, потому что, может быть, наша белорусская молодёжь, она где-то, знаете, под воздействием, что не высовывайся, да, поэтому вот так, в таком виде себя не проявляет, и в плане одежды, больше тоже классическая одежда, чем какая-то такая, знаете, неформальная хиппи одежда, здесь я этого вижу больше, и хочу сказать, что здесь у нас даже больше, вот, на Тенерифе очень много полных людей, полная молодёжь, полные женщины, здесь, получается, мужчины вот такие, почему-то, ну, в большинстве своём есть, конечно, тоже, с животами, и всё вот это, ну, может, по генетике своей, я не знаю, мужчина более такой стройненький, а женщина, вот она вот такая, 100 килограмм, вот на него смотришь, этого мужчины, и он глазами вот так стреляет, да, потому что ему тоже хочется посмотреть на красивое тело, на красивую девушку, на красивую женщину, рядом с ним 100 килограмм, а то и может 120 килограмм, чтобы вы понимали, ну, я просто говорю 100 килограмм, потому что я сама недавно весила, я сейчас вешу 69, то есть я сама недавно весила 75, и нормально выглядела, да, а если это вот такой вот человек, объёмный, да, то я представляю, что 100 даже может 120 килограмм весит, да, и не знаю, как-то они над этим не задумываются, опять же, мне кажется, это для здоровья не есть хорошо, это же какая нагрузка на позвоночник, на суставы, на вены, ну, да ладно, короче, это их дело, но я вам сразу же вот привожу просто сравнение, что в Беларуси я видела более таких вот стройных людей, где же я вижу женщин более таких тучных, сейчас будем обсуждать мою любимую тему рестораны, для меня она была больная темой в Беларуси, потому что там очень дорого сходить в ресторан покушать, ну, как очень дорого, то есть там так же, как у нас в Испании, но цены, ну, точнее сказать, а зарплаты белорусские, об этом я много раз говорила, что мы живём в Европе, цены европейские, зарплаты белорусские, да, конечно же, уровень жизни Беларуси поднялся, я очень заметила это, по разговорам со своими знакомыми, у них и зарплаты поднялись в разы, да, ну, опять же, моя сфера, вот, продавец, там не очень сильно подняла зарплата, тоже немножко поднялась, но если вот пойти в ресторан покушать, как бы, средняя зарплата по сравнению сильно большая, она сильно большая за счёт вот этих вот военных, милиционеров, программистов, то есть, которые ходят хорошая зарплата, поэтому там могут среднюю поставить там, не знаю, 700 долларов там, или 600, ну, 600, наверное, 700 они уже, ставят среднюю, не знаю, но взять вот эти все маленькие городочки, взять даже зарплату санитарки, 500 рублей, я смотрела, то, чтобы вы понимали, это где-то, наверное, 150 евро, грубо говоря, вот зарплата санитарки, 150 евро, ну, может, 170, и пойти, поэтому покушать очень дорого, если ты хочешь какой-то кусок мяса заказать, это будет 10 евро, и кусок мяса тебе вот такое принесут, если здесь вот такой ломать тебе приносят, вы видели, вот, вчера я выставляла видео, как мы ездили, ну, конечно, не ресторан, такой прям ресторан, но такой обычный бар, да, типичный канарский бар, вот такой кусок мяса, порции Беларуси малюсенькие, то есть, вот такая порция, я никогда здесь на Тенерифе такую порцию вообще не видела, чтобы мне приносили, ну, просто микроскопическое, милипиздрическое, знаете, конечно, я пару раз сходила туда-сюда, поняла, что очень дорого, и поэтому я чаще всего ходила, ела пиццу, пицца дешево, да, покушать, ну, как сказать, дешево, она тоже у нас где-то стоит 7-8 евро, но часто проводят акции, что можно заказать, две по цене одной, и поэтому, конечно же, выгодно и сходите съесть пиццу, чем кусок мяса в Беларуси, или же ходила, тоже ела там вот хинтка, алиманты, тоже еще вот такой грузинский ресторан доступный, но если пойти заказать второе, там, не знаю, выпить салат, то все 50 евро тебе гарантирует, очень дорогая выпивка, очень дорогой алкоголь в Беларуси, он был, есть и остался, то есть там такие же цены, как в Испании, вот бокал вина 3 евро, ну, еще раз повторяю, что зарплаты в Беларуси не испанские, не европейские, а белорусские, поэтому цены, конечно же, дорогие, цены в магазине, сейчас обсудим, цены в магазине, они тоже поднялись, я посмотрел на весь импорт, на все там шампуни, зубные пасты, ну, все-все-все, что вот мы там импортное нам привозят, стоит так же, как в Испании, овощи, фрукты, привозные, опять же, бананы, апельсины, лимоны, стоит как в Испании, то есть, потому что все привозное, свое там, картошка, стекла, морковка, это было дешевле, мясо, да, дешевле, я бы сказала, наверное, в 2-3 раза, даже, вот в Беларуси, там та же курица, это дешевле, молочная продукция, не сказала, что намного дешевле, но можно, не знаю, бывает, что и так же стоит, а бывает, ну, может быть, на, не скажу, в 2 раза, ну, 0,5, как бы так это я и назвала, потому что здесь у нас, в Меркадоне, на самом деле, очень все дешево, продается, потому что это все под маркой, Меркадоне, то есть, под заказ Меркадоне, это делается, если, конечно же, там какой-то данон, тоже какая-то фирменная продукция, она дорого стоит, а если идешь в Меркадону, под заказ Меркадоне, производятся многие продукты, и они хорошего, дешевого качества, и, естественно, все инфанцы это все покупают, так, ну, следующий пункт, это работа, если в Беларуси едешь в автобусе, то везде растяжки, требуются работники, работники, зарплата от 1000 белорусских рублей, как вы понимали, 300 евро, 300 евро, они предлагают за эту работу, может, 350, работа, работа, работа в Беларуси много, она есть, чего не скажешь об Испании, работы в Испании нет, но она больше оплачивается, чем в Беларуси, Беларуси, конечно же, очень низкая зарплата, куда-то еще, ну, устроиться, опять же, надо, чтобы было образование, был опыт работы, тогда на что-то получше можно устроиться, а вот такой, говорю, вот разнорабочий, там укладчик, упаковщик, упаковщик, то 300 евро тебе заплатят за эту работу, тем же продавцом, я в любой момент могу устроиться продавцом, работать продавцом целая куча, ну, та же зарплата, 300-350 евро, то есть, это самая такая низкая заработная плата, ну, как бы сказать, самая низкая, я видела, говорю, объявление о санитарке, там у нее вообще 150 евро, это только, знаете, для пенсионеров, вот я встретила знакомую, то есть, если ты взрослый человек не на пенсии, за такую зарплату ты не боешь работать, тебе ни на что не хватит, тебе только хватит на хлеб и воду, ну, то есть, что такое 150 евро, это ни о чем, вот, в большинстве случаев подрывают пенсионеры, вот она пенсию получает, там может 200-250 евро, еще у нее вот эта подработка, и таким образом у нее там те же там 300-400 евро получается, то на такие деньги можно жить, конечно же, на пенсии Беларуси, имея свое собственное жилье. Ну, и последний пункт, это медицина, я думала, сделаю отдельный обзор, но решила уже, знаете, все совместить, медицина, для меня это больной вопрос, в Испании я не смогла обследоваться, я три раза ходила к врачу, то есть, дальше терапевта, тебя вообще никуда не направляют, тебе вообще даже не предлагают куда-то пойти платно, может, это там, вот, пойдите там, ну, вот, мы там очереди большие, в Испании очереди на самом деле большие, будешь три года ждать, вот, у нас знакомый ждет 3,5 года, чтобы сделать, вот, эту трубку глотнуть, как это правильно называется, ну, зонт, да, проверить, короче, есть у него гастрит, или нет гастрита, вот он три года ждет, это по бесплатной медицине, по бесплатной медицине в Беларуси полгода максимум, ты ждешь вот такую, так сказать, процедуру, такое обследование, УЗИ, конечно же, тоже можешь ждать и полгода, и 9 месяцев, в зависимости от того, ну, что тебе надо, все УЗИ я ходила, делала платно, про платную медицину я в Испании не могу сказать, только один раз мы обращались, в самом начале, хотела я сделать без страховки, хотела я сделать себе УЗИ ВИН, мне сказали, так как у меня не было ни ВНЖ, ничего, то есть мне сказали, 200 евро только УЗИ, это еще без приема у врача, то есть еще прием у врача, не знаю, там сколько бы стоило, 60-80 евро, вот представьте, и мне писали, что, ну, наверное, если есть ВНЖ, 80 евро стоит здесь сделать УЗИ в Испании, и только смотрят в одном месте, и мне два раза сделали УЗИ, Вен только вот здесь вот посмотрели, если Беларусь мне всю руку вот так посмотрела, она, да, и ногу, то же самое, то здесь вот так точно посмотрели, и все, и еще раз напоминаю, я уже не помню, сколько, наверное, 12 евро я отдавала за УЗИ, сейчас вспомню, я посмотрю видео, напишу вам, сколько я отдавала за УЗИ, но я делала в госучреждение, поэтому мне очень дешево получилось УЗИ, что-то до 10 евро, я помню, за одно УЗИ, я их делала 3, и поэтому за одно УЗИ, что было 8-9 евро, наверное, а за все 3 УЗИ, я, наверное, отдала там что-то 30 чем-то евро, чтобы вы понимали, за 3 УЗИ. Еще раз пройдусь по бесплатной медицине в Испании, я пришла к врачу обследоваться, мне назначили анализ крови, и в итоге в лаборатории мне отказали, представляете, даже анализ крови мне захотели делать, и мне много писали, что даже там анализ мочи, там нереально там пробить, в той же Германии, да, там надо просить, это какие люди платят бешеные деньги, налоги платят, и все, вот это страховку платят, да, и нереально пойти обследоваться. В бесплатной медицине в Беларуси я пришла к терапевту, мне без проблем выписали направление на кровь, на мочу, на ЭКГ, то есть это сердцебиение проверили, флюорография бесплатная для граждан Беларуси, что еще я сделала ЭКГ, а еще я сдавала кровь на сахар, то есть вот эти вот все анализы, вот эти элементарные, да, мне как бы сделали без проблем. Уже прием к врачу, бесплатному тоже, я ждала, ну, буквально неделю. Здесь же прием к бесплатному врачу, ну, то есть терапевта ты ждешь две недели, а какой-то узкий специалист, ты можешь дать и 8, и 9 месяцев, не знаю, до года, чтобы вы понимали. У нас же в Беларуси к узкому специалисту бесплатно, ты можешь попасть, ну, в течение недели-двух, то есть в зависимости, конечно, от специалиста, платный и еще быстрее врач. То есть все я хочу подвести, что в Беларуси медицина, она более доступная, она быстрая, то есть записаться к врачу, это быстро. Заплатить деньги, это не такие бешеные деньги, как в Испании, если тебе где-то платно, там, по медицинским центрам этим обследоваться. И прием у врача платно где-то стоит порядка 12-13 евро, вот, и вот эти все УЗИ, например, ну, не знаю, ну, пускай 20 возьмем евро, да, стоит, даже где-то, наверное, за 15 можно сделать. То я считаю, что это, в принципе, тоже очень доступно для беларусской зарплаты, такие цены. Конечно же, уже вот эти там всякие МРТ, то они, ну, подороже будут, ну, а вот эти пойти где-то сделать УЗИ и сходить на платный прием, то я считаю, в принципе, можно. Беларусь может себе позволить даже платную медицину. Еще раз повторяю, я по платной медицине ничего вам не скажу. В Испании, единственное, что страховка стоит, там, 40-50-70 евро, и если вот это посчитать, ну, в год, например, 500 евро, это 10 месяцев, ну, то есть те же 600-700 евро ты отдаешь в год за страховку в Испании. То есть хорошо, если ты не болеешь, но, с другой стороны, ты тоже этих 500 евро кому-то даришь. Ну, а если болеешь, то пойти вот это вот все обследоваться без страховки, это очень дорого. Заплатить все приемы врача, все УЗИ, то я считаю, что дорого. Мне вот, например, дешевле за эти деньги съездить в Беларусь и там обследоваться платно, чем здесь ходить в Испании и искать врачей. Это я думаю, что мне намного дороже получится. По деньгам я все же считаю, что вот как мне, даже вот, даже не платить вот эту страховку, то есть за год 600-700 евро, я за эти деньги лучше слетаю в Беларусь и там обследуюсь платно, да, чем здесь платить эту страховку или же вообще заплатно там ходить отдавать бешеные деньги, как бы в этом случае вообще не мой случай. Я себе такой пока не могу позволить ходить где-то платно обследоваться в Испании, потому что я уверена, что здесь это будет стоить бешеных денег. Ну и страховку мне тоже как-то так, не знаю, пока жалко тоже отдавать эти там деньги, может, когда я буду супер много зарабатывать денег, мне тогда будет не жалко это там 50 евро отдавать каждый месяц, может 60. И то, эти же тоже страховки, они такие, ну как мне объясняют, что не каждая страховка тебе даже покроет операцию, чтобы вы понимали. Поэтому в любом случае даже приходится ждать эту опять же бесплатную операцию вот по этой бесплатной медицине, потому что ты платишь страховку, а потом еще будешь выплачивать эту операцию, которую тебе сделали, если, не дай бог, придется ее делать. Все, мои хорошие, вот такой у меня кратенький обзор получился, точнее сказать, даже уже не кратенький, уже смотрю по часам, полчаса на камеру болтаю, буду садиться делать монтаж, надеюсь, что вам было интересно послушать мое такое сравнение двух стран, пишите ваше мнение, кто живет в Испании, кто живет в Беларуси, мне будет интересно почитать ваши комментарии, ставьте лайк, если вам было интересное видео, обязательно подписывайтесь на мой канал и, как вся эта традиция, всех обнимаю и целую, всем желаю, всем хорошего, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok